Ситуация в республике с новой коронавирусной инфекцией идет достаточно напряженно. Всего с начала инфекции у нас зараженных 2042 человека. За последние сутки 112 случаев. Из них 95 город Якутск. Последние 4 дня у нас практически по 100 с лишним случаев каждый день. При этом мы считаем, что приняты меры по усилению режима самоизоляции, который у нас был ранее введен, и те меры, которые по городу Якутску были проведены в эти выходные, они свой результат дадут уже в ближайшие дни. Так, индекс самоизоляции по Якутску в эти последние выходные гораздо выше, чем в среднем по России. Он, наверное, даже один из самых лучших в России и, безусловно, самый лучший по Дальнему Востоку. Поэтому хотел бы поблагодарить всех жителей Якутска, которые соблюдают режим ограничений, за понимание, за ответственность. Только вместе, только общими усилиями, работая на соблюдение всех принятых ранее решений по ограничительным мерам, мы сможем остановить распространение эпидемии и в Якутске, и в других районах. Что касается других районов, у нас достаточно такая серьезная ситуация по Намскому району. Мы при этом считаем, что при правильной работе оперативного штаба на месте дальнейшего распространения все-таки инфекция не получится, потому что мы работаем именно по ранее выявленным контактам, видим, что это как раз следы тех нарушений, которые были, начиная чуть ли не с 9 мая. Ситуация по Алдану, хотя там последние сутки зарегистрировано 8 случаев, она тоже спокойная. Это все вахтовые рабочие. Работа здесь идет по четко налаженному плану взаимодействия с недропользователями. Мы не видим сегодня угроз в целом для населения Алданского Улуса. К сожалению, за последние дни появились у нас больные в Алёкминском районе. Сейчас проводится комплекс мер по выявлению контактных лиц. И я дал поручение оперативного штаба в адрес правительства республики подготовить предложение по отмене СХО Лунхо, которое должен был проводиться 21 числа в полном объеме. Сейчас готовится это решение, и до конца недели по согласованию с районом оно будет принято, потому что подвергать же опасности жизни и здоровья жителей района в условиях, когда коронавирусная инфекция только начинает распространение в районе, тем более, может быть, достаточно широкий круг контактных лиц мы никак не можем. Восемь человек у нас находятся в тяжелом состоянии, большинство в городе Якутске и в Мирном. Конечно же, врачи делают все, что возможно для их спасения. И, в принципе, очень хорошие результаты есть. Например, за выходные, благодаря, на самом деле, очень правильной работе наших медиков, с искусственной вентиляции легких снята 89-летняя пациентка, которая сейчас уже может самостоятельно дышать. Это, на самом деле, хорошее достижение и радостная новость. И хотелось бы выразить благодарность всем тем медикам, которые сегодня по всей республике борются с этой коронавирусной инфекцией. В целом, еще раз хочу призывать жителей республики соблюдать ограничительные меры. Все те меры, которые сегодня мы принимаем в рамках нашей работы оперативного штаба, мы уверены, что уже на этой неделе мы увидим позитивную динамику в борьбе с этой болезнью. Но для этого самое главное – это соблюдение жителями республики тех ограничительных мер, которые действуют на территории тех или иных районов и городов республики. Спасибо.